добрый день друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс наступило время снять очередной видеоролик ответы на вопросы благо что вопрос накопилось очень много но я вначале хотел бы обратиться к своим зрителям господа друзья давайте будем на моем канале уважительно относиться друг другу к собеседникам давайте не будем переходить на личности и хамить и оскорблять я сегодня к сожалению был вынужден заблокировать несколько пользователей в общем каждый по раздельности в общем люди могут быть и неплохие но вместе получилось взрывоопасная смесь в результате чего пошел какой-то очень жесткий троллинг не будем уподобляться властям которые пытаются нас друг с другом сцепить поссорить и так далее давайте консолидироваться вместе второе о чем я хотел попросить у меня на канале не только люди которые скажем так исконно владеют русским языком но очень много людей других национальностей которые тоже граждане бывшего советского союза но которые как бы воле случая живут в других местах и русский язык у них не родной поэтому но люди скажем так ну не совсем надо правильно пишут давайте снисходительно к этому относиться и уважительно потому что опять же у меня на канале находится нормальные люди у меня на канале процент идиотов и дебилов ничтожно мал но как правило вот эти самые вот ролик которые начинают писать всякую ересь они мгновенно сразу ставятся в черный список и всякие сообщения которые могут людей поссорить или испорт настроение не сразу растираются вот это жесткое правило канала кроме этого чтобы озвучить вообще мысли идею своего канала я настоятельно хотел бы но кто не видел конечно посмотреть фильм фильм очень старый называется плата вперед на английском звучит pay forward фильм но может быть немножко наивный но у него очень серьезная идея поэтому я мало и редко что-то рекомендую но те кто этот фильм не видел пожалуйста настоятельно посмотрите и потом может написать свои свои ощущения и комментарии от вот этого фильма и от идеи которая была заложена там идея про одного маленького мальчика который придумал скажем так очень неплохую мысль и идею как людям сконсолидироваться вместе вот ну а теперь собственно говоря перейдем к ответу на вопросы начнем с замечания одного подписчика из питера или подписчицы она мне сделала ну не без основания замечания русском языке но я хочу сразу заметить смотрите можно общаться на классическом выхолощенном языке так как бы интеллигентском таком питерском или московском там не знаю какие-то вот нюансы полностью исключить слова паразиты но согласитесь канал скажем так стоит выхолощенным неинтересным можно перейти на сугубо московский пацанский язык такой со всеми нюансами ну и скатиться там до уровня определенных каналов я не буду сейчас говорить релакс сам к себе канал неплохой прикольный но он тоже рассчитан на определенный контингент я стараюсь выдерживать какую-то золотую середину чтобы и овцы были сыты и волос целом по большому счету мне все равно какому ампула исполнять можно и уйти в хипстерство а можно включить умника цитировать разные умные стихи напустить задумчивость и серьезность нужно что-то в середину избрать чтобы удовлетворить всю публику для тех кто недавно начал смотреть мой канал я хочу рассказать как бы предысторию и саму цель я хочу на своем собственном примере показать что такое американская мечта когда человек приезжает с одной спортивной сумкой и чего-то добивается если решил писать жизнь с нуля согласитесь тех у кого есть деньги не проблема приехать бухнуть солидную сумму денег и опынки все заработало вот но основная масса людей которые смотрят мой канал к сожалению даже если средний класс но россия свои нюансы вносит в это поэтому у людей все-таки небольшой достаток поэтому чтобы меня не обвиняли что я нищеброд там показываю какую-то там нищету глубокую я стараюсь показать ту информацию которая будет полезна для большинства людей которые задумались о том что они могут сменить место жительства и добиться чего-то лучшего и большего чем у них есть но соответственно мы на это рассчитываем семья конечно в москве осталась нормальная квартира и у жены тоже нормальная квартира то есть уверенно и устойчиво стояли на своих ногах в россии и соответственно просто уехали не потому что с жиру бесимся а потому что возникла такая необходимость переместиться потому что захотелось все эти иметь ощутимые перспективы будущего вот ну и соответственно в этом формате исполняем так начинаем читать некий алекс масон пишет было бы хорошо если вы написали сюжет о школах в америке и сняли как внутри и что и как я давно поставил в планы заняться вот сюжетами про школы про педагогов про вообще систему обучения сша но пока просто не дошли руки во первых у меня нету контактов людей которые бы мы могли рассказать эту информацию но и самое главное необходимо приглашение чтобы эту школу попасть не просто прийти туда с бухты барахты да еще и с камер да еще и там снимать что-то все непросто поэтому когда это будет возможно я постараюсь это сделать пользователи глаша green пишет была ли у вас страховка или вы приехали с туристической визой и пошли рожать страховки нас никакой не было мы приехали с туристической визой на общих основаниях пошли в крейтон нам просто посоветовали именно госпиталь мы до этого были в одном месте потом пошли в другой пообщались с менеджером и обо всем договорились и вот любой человек может приехать в америку даже без денег даже вообще без копейки денег акт идет на секансы и родить ребенка нюансов много если это кому интересно пусть смотрит соответствующий вид я про роду рассказывал достаточно подробно читаем дальше алурам максим если вы не устали от комментариев по поводу гранд маркета россии вот статья где подробно про него описано отлично непременно посмотрю вашу ссылочку потому что меня вот эти масштабные модели интересуют и хочу сравнить с тем что я вот увидел здесь у нас конселбласе и посмотрю что что в гранд маркет такого интересного пренепременно спасибо за ссылочку человек с флагом конфедерации и ником коломин 1987 пишет как у нас там с ночной жизнью ночная жизнь есть но я немножко из ночной жизни вырос у меня в москве была достаточно насыщенная ночная жизнь здесь конечно есть клубы здесь конечно есть бары все что угодно дискотеки есть но я просто этим не интересовался периодически проезжаю вечером по даунтауну все работает везде шумгам тарарам а выходные дни еще и очереди чтобы попасть во внутрь все места забиты но каких-то вот таких вот культовых мест как в нью-йорке студии 54 здесь конечно нету поэтому если вы промоутер если вы хотите организовать что-то этакое чтобы всех удивить флаг вам в руки может приехать в америку это сделать владислав айбазир так сша насколько я знаю есть закон который запрещает садить огороды простым людям закона нету пытались принять поправочку но она не прошла подавляющее большинство жителей нашего города имеет такие город огородики небольшие как у меня особенно касается иммигрантов из россии это национальная вот но и американцы тоже этим балуются конечно других штатах может быть законы другие вот все зависит от штата например в ленойсе вы можете только медора сажать но и коноплю вот недавно такое радостное известие ленойс тоже вошел в число штатов легализовавших марихуану и теперь вы в колорадо в ленойсе и вашингтоне можете у себя на участке коноплю садить удачи и счастья вот что касается других штатов я вам ничего сказать не могу везде разные законы пишет такая мега алиси квайс заберите меня в америку а да не вопрос приезжайте вы мерите все места хватит эльмира кудлоенко или кудлоенко не знаю как время правильно поставить максим снимите пожалуйста ролик об аренде жилья заранее спасибо своем для жилья очень просто есть крейк лист есть куча сайтов где можно найти аренду наверное крейк лист то что это аренда непосредственно жилья от владельца жилья там цены будут подешевле у нас городе ценник начинается где-то приблизительно от 400 долларов если очень повезет можно за 300 найти на совсем уж что-то 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 не айс но за 400-500 долларов принципе можно найти вменяемое жилье от 600 долларов это частные апартаменты где нужно подписывать годовой контракт на аренду жилья поэтому проблем никаких нет обычно когда договариваться об аренде согласуют сроки аренды и обсуждают тему сколько будет стоить оплата коммунальных расходов опять же она будет фиксирована или будет варьироваться летний период и зимний потому что менять немножко тарифные планы идем дальше талия личинга постоянная подписчица такая у меня вопрос все таки вы живете в сша как там живут индейцы может кого-то вы знаете ну настоящему индейцу за всегда верди ништяк но пока я с настоящим индейцем не познакомился у нас периодически тут на углу постоянно какие-то два персонажа отвисают такой явной индейской наружности вот то ли они на солнце греется то ли хипуют то ли бомжуют я не могу сказать что эти два персонажа себя представляют но с настоящими индейцами я пока еще не встречался в планах у меня был поехал резервацию начал собирать информацию пока нашел пока информацию что резервация в нашем штате где-то находится на севере то ли туксом то ли таксом как то город так называется не могу сейчас точно вспомнить поэтому если меня смотрит кто-то кто сам живет в области в америке обладать информации про резервации но ближайший от меня у меня был предатель сми скинули бы ссылочка посмотрел бы в интересных съесть пофотографировать и снимать но единиц нужно будет очки заказать я не думаю что народ позитивно отнесет что этом был с камерой ходить и все это снимать прямо вот так вот без специального разрешения но на самом деле может быть материал быть интересно в резервациях так владимир с вы работ только дома и на службе нет необходимости ходить чем зарабатывать и на жизнь очень интересно было услышать спасибо но настоящий момент я работаю дома интернет-торговля у меня сейчас два основных ресурса это ebay это amazon по ним я сейчас планирую начать курсы курсы для всех желающих как с нуля начать бизнес в амазоне и на ebay как зарегистрировать аккаунт как продавать как сделать так что ваш аккаунт не заблокировали как будут осуществляться платежей где искать товар и так далее и тому подобное сразу скажу в отличие от всей моей информации эти курсы будут платные почему ну давайте хотя бы вспомним мы когда поступаете в институт вы платите что-то репетитору тогда знание гораздо лучше усваиваются ибо как сказано в одном фильме когда доктор сет и больному легче вот чем я занимаюсь и что я продаю долгое время я в россии последнее время когда работал надяги последнее место я работаю телекоммуникационной компании очень давно и в айти-бизнесе потом была собственная фирма заточенная подойти потом перешел на гаджеты на инновационные технологии работа напрямую с заводами в китае регулярно ездил на выставке консюмерских товаров в гонконг в китай на тайвань поэтому я знаю как работает с товаром где его найти тогда это двигатель сзади меня там куча коробок расширяемся по чуть-чуть вот так что пока специализируемся на мелком дешевке но сейчас я запускаю один проект надеюсь что он заработает когда сайт у меня будет готов я естественно скину линк и будет интересно послушать ваши комментарии вот таким вот образом да по поводу трудоустройства независимо от того что я как бы работаю дома у меня есть разрешение на работу и целью эксперимента я сейчас хочу прооплаяться ну скажем так не на самую престижную работу а чисто по приколу чтобы собрать фактический материал как происходит само трудоустройство как ты приходишь на американскую работу работаешь на дядю что там с коллективом какие-то взаимоотношения какие есть нюансы нет саму просто интересно дело даже не в деньгах а чисто в таком спортивном интересе так что думал что можно сидишь как устроиться и соответственно буду о своих удачах и заключениях рассказывать видео вот что у меня из этого получится ну я думаю для многих этот опыт был позитивным потому что люди приезжают с разной материальной базы в америку и соответственно кто-то может свой бизнес запустить у кого есть силы кто-то соответственно будет искать первопопавшуюся работу поэтому тоже это будет полезно еще один человечек гумбол долол о как если секрет кем вы работать но я уже сказал тебе работаю еще вопрос глупые но хотелось бы узнать какой суммы приблизительно приехали с сша ну приблизительно у нас было где-то 10-15 тысяч долларов на карточке приблизительно вот соответственно сумма чтобы продержаться то время пока не запустим здесь что-то и соответственно не получим разрешение пишет тоже постоянная зрительница канала мисс горофан 2010 если помню барышня собирался из бельзии переезжать в америку вот интересно было узнать на каком этапе у вас там сети дела упаковка и все прочее а вопрос звучит так не вы говорите что прививки детское питание вас бесплатно да в принципе говоря это бесплатно то есть есть социальные программы бесплатная вик например и про него рассказывал вы по этой программе регулярно можете проходить обследование ребенка получать талон на питание и соответственно прививки ну это для всех людей кто не имущий кто приехал в эмиграцию кто хочет свои деньги как-то сэкономить но кто устойчиво стоит на своих ногах тот соответственно может спокойно и без проблем за умеренные деньги воспользоваться платными услугами является проблемой прививки для детей бесплатно для всех категорий граждан или только для малоимущих и беженцев в америке нету такого понятия как вот разделение да естественно это доступно для всех вы пришли туда и мужская меня нет денег никто не будет проверять какого сэконом может быть миллионером пришли в организации для малоимущих а можете не иметь ни гроша за душой прийти туда же абсолютно и того и другого человека обслужат и никто не будет докапываться по поводу налоговой декларации и кто он что он и так далее идем дальше так но это мне вот сапер пишет про skype я уже читал сообщение жду тебя skype если бы два дня за парка даже будет возможность выходить я кстати прослушал этот последний диск не папе чего-то такое ощущение что они немножко катились назад такое ощущение по стилю честно говоря что-то более серьезно от их ожидал так александр баскаков так здравствуй максим последнее время смотрю разные видео так так вопрос то где у нас если немножко хотел спросить на переезде а ну александр собственно что я могу рекомендовать если вы уже начинаете задумываться о переезде рекомендую посмотреть все мои видео с самого начала подряд посмотрите все ну не надо прям в один день садитесь смотрите 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 возьмете ручку запишите что-то интересное для себя вот пометите видео которые наиболее интересные с полезной информации будут вопросы пишите в личку пишите skype пожалуйста стараюсь вас проконсультировать так па 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 пам 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 так о неожиданно эльмира опять же кудлоенко и кудлоенко мы семьей планируем следующим летом в лос- анджелес прибраться и вы нам очень пособили наша бабушка после ваших видео тоже собралась с нами ну что я могу сказать вас очень продвинутая бабушка и очень здравомыслив человек если поняла что будет дальше вот я могу пожелать удачи перемещение если будет какая-то необходимость информации или еще что-то пожалуйста пишите связывайтесь так так м р рам сто шестьдесят три ну опять про интернет-торговлю что я могу сказать если занимаешься интернет-торговлей м р рам сто шестьдесят в россии то в америке тебе будет легко ну единственно что и бэй и amazon это конечно джунгли такие жесткие суровые джунгли есть ли соблюдать будешь правила торговли то у тебя все будет хорошо и правильно как бы может попытаться научиться сам может записаться на мои платные курсы постараюсь поставить и набить твою руку и бой тебе успеха удача вот соответственно так так значит дину с таги это по поводу автор эффекта спасибо за ссылочки огромное спасибо надеюсь руки дойдут я эту программу поставлю сейчас сам пытаюсь автор эффект осваивать для того чтобы хотя бы приметить и начать склеивать нормальное видео и рендерить вот но опять же у меня сейчас просто за парка времени на все не хватает донья двадцать пять двенадцать хочу вас посмешить все новостях сказали что теперь налог на недвижимость в россии будут рассчитывать иначе будут смотреть если дом новый значит квартиры там дороже на будет больше а еще будет ходить инспектор и оценивать стоимость мебели в квартире что я могу сказать инспектор будет ходить недолго ровно до того момента когда он постучит в квартиру где сидят люди которым все это уже стоит по трех горло и тогда его шмальнут из двухстволки а придет другой инспектор походит он тоже на полгодика где его тоже из двухстволки или еще чем по башке дадут вот поэтому текучку кадров я предполагаю на этом месте очень большую вот кстати говоря кстати говоря судя по сообщениям информации в интернете вся россия сейчас занята тем что обсуждает развод путина но к сожалению большинство граждан пропустили мимо ушей а закон который подписал путин буквально вот неделя ну как месяц назад да о том что упрощает схема изъятие земли у жителей подмосковья и скажем так новой москвы то есть схема сейчас будет настолько упрощена что живете в доме к вам постучался клерк правительственный сказал что ваша земля и ваш дом нужен мистеру путину и у вас есть 24 часа чтобы собрать катунбку и свалить вот вы конечно можете подать в суд и даже до стразбурга дойти но сами понимаете что это все бессмысленно и бесполезно вот я по этому поводу сниму ролик потому что чем отличается америка от россии здесь конечно страна свободная в америке и между прочим должен прецедент когда с одним американцем на лет пять назад попытались его так поступить и тоже его как-то вот корпорация выкупила все участки вокруг а с ним не смогла о цене договориться но и потом пошла конфронтация пытались там его по-другому выжить хочет я тем что американцы дали нервы а он сам как бы был связан с тяжелой техникой строительной купил товарищ трактор к матцу он наверное размером ну наверное двухэтажный дом такой тяжелый трактор мало того что у него трактор был сам по себе такой не маленький он его еще обшил металлом а потом еще сделал такую слоеную броню из цемента потом еще металл сделал амбразуры и подготовился монитор из него был танк полностью бронирование никаких отверстий не было только амбразуры для огнестрельного оружия но и в день д он разнес весь городок причем начал с имущества своих обидчиков от завода осталось ровно и вспаханное пространство были снесены дома мы дома судьи и страховой компании компании которая предоставляла ему коммунального студии с ним пытался судиться короче весь город был разрушен буквально за 45 минут полностью весь разрушен а чем это говорит что господа с единой россии могут тоже доиграться россия конечно америка там русского мужика можно очень долго впрягать но есть уже его очень сильно вприжешь потом остановить будет крайне сложно а учитывая дороговизну всяких разных государственных объектов в окрестностях тут новомосквы подмосковье я могу только предположить на какую сумму ущерба этот русский мужик может наломать друг поэтому очень осторожно с русским мужиком надо очень-очень осторожно вот ну на засим откланяемся значит пишите свои комментарии задавайте новые вопросы подписывайтесь на канал и хорошего дня